привет девочки с днем влюбленных вас поздравляю всех даже если вы не в отношениях даже если не любите все равно поздравляю девочки спать хочу не могу я сегодня встала в 7 40 вы представляете иду еле-еле знаете куда иду я просто машина заведена думаю не поехал бы он иду в магазин ну во первых пробзиться все проветриваю дома потому что но прям спать хочу думаю надо выйти на улицу во вторых что-нибудь приготовить сегодня на ужин не знаю что есть такие наметки небольшие ну посмотрим я позавтракала завтрак вам все не стала показывать потому что некоторым от него плохо становится я могу сказать хотите макароны печенка яичко жареное тот самый хлеб черный я живу нарезала так вот кусочками он у меня сохнет лежит вот что еще сгущеночки немножко ну серьезно девочки и калории я тоже считаю и белки и жиры и углеводы просто мне проще сейчас уже попроще она была проще записать а сама записываю пока а потом я в приложении короче знаете как я делаю завтракаем то что хочу в обед то же самое а вот уже на ужин что останется ну по всем вот этим вот делам по калориям то по белкам по жирам так что нормально все будет слушай так хорошо на улице мне даже от этого меха жарко я почему его долго не прицепляла и шапка тоже кривая какая то но мы уже доходим до с вами до весны все вот такие вот дела так хорошо прям на улице ну конечно вот мне будут такое пасмурно достаточно но с крыш капает хорошо прям вот сейчас пойду подумаю что нужно купить так чисто символически ничего я там придумывать выдумывать не буду что-нибудь вкусненькое на ужин надо будет заранее посчитать калорийность вот ладно давайте встретимся уже дома на самом деле вот делать ничего не хочу честно мы посмотрим делать как бы есть естественно но мы посмотрим девочки я уже дома пришла из магазина вот моя закупка продуктов короче хотела сварить суп рыбный купила рыбу хотела сварить рыбный суп у меня ментай есть вчера я лишь попросила он купил ментай но я позвонила ему сказала купи карася и в общем он купил карася я у меня на ужин был карась у него кстати тоже и в общем я хотела из ментая рыбный суп сварить но передумала в том что завтра суббота воскресенье ну выходные в общем я хочу сварить больше такой легенький ну как как обычно короче у меня на одном окорочке единственное что у меня кастрюли занята 5 литровая будет наверное в 4 литровый ладно не суть окорочок два огурца огурцы у нас по 132 рубля вот огарочок не помню девочки по моему по сто сто четырнадцать вот чтобы не наврать потом купила грибы чемпиньоны это я в другом месте покупала не в магазине где окорочок брала а в павильоне и там 250 рублей килограмм стоит но она здесь получилось двести пятьдесят два грамма но нас меня взял полтинник но она просто она всегда потому что я и на работе тоже делала скидки короче говоря на меня знает и в общем помидоры по моему девчонки по сто тридцать рублей это сегодня вот ну такой у нас не знаю праздничный стол будет не праздничный посмотрим по настроению и взяла фарш на самом деле сказал грамм 400 не знаю сколько она взвеса по 214 рублей куриный фарш ну хороший ваш это я хочу приготовить рулет куриный короче из фарша я на канале у хелолы видела короче несколько дней назад видео в общем захотела там шампиньоны идут по моему еще сыр кусочек сыра у меня есть не знаю девочки посмотрим хочу узнать сколько он сутки у меня вышел смотрите я же крутая девочки девчонки если себе на вайлдбери вчера заказала завтра придут сегодня ночью заказала так чего тут ноль то есть появился что мне не видно вот 380 потом 9 грамм и вот я когда буду готовить я буду все дело взвешивать а потом кусочек себе отрежу взвешу и посмотрю сколько у меня там по калорийности получается тетрадку себе купила вот такую со ушками красивая тетрадочка и девочки купила лупу да потому что блин в этом роспечать ларечек вот такая вот лупа она прям пластиковая и эта штука тоже не стеклянная пластика как закладка видите я ее прям вот такая ни о чем порой нужно посмотреть калории чтобы уж там ничего сама не придумывать не высчитывать ну в общем не предполагать купила лупу 16 рублей вот как то так так сейчас мы значит с вами что будем делать не знаю сейчас наверное надо перекусить что у меня есть у меня вот есть что мальчишки не захотели хурму есть наверное ее съем я это инжирная форма какая она прям такая деревянная но вкусная мы одну съели я две покупала мы одну съели блин вот эти баночки стоят они мне нужны они мне нужны так стоят так ладно сейчас решим что будем с вами делать пью водичку это наверное пятый стакан 300 миллилитров еще время обеда нет а вообще девочки я злая да я сегодня не очень в духе я не хотела говорить мы с лишь сегодня повздорили стран но бытовуха бытовуха ничего такого особенного моментом ну короче мы даже друг друга не поздравили вот стараете утром часть я еще не к выливал последнюю воду там накид представляете хотя мне чайник я сейчас уже скипятила новую воду блин так быстро девчонки его два дня назад чистила стоять сто сорок один грамм я записала у меня там вес я с пока держу в секрете но потом я скажу чего вы переживаете врать не буду вот чтобы вас не обманывать стаканы воды я просто уже считаю не записываю так примерно я знаю что я много пью ну два с половиной литра точно а там как пойдет вот калории мои на завтрак белки жиры углеводы хурма сейчас я еще просто записал грамм а потом посмотрю сколько там калорийность вот был мой завтрак да от сегодняшнее число короче говоря вот я к чему говорю что мне прямо вот такая вкусная кстати попробуйте я утром был шоколадную я все форму не очень люблю потому что меня ассоциируется что она вяжет это очень невеста к вкусу еще вкусно да злая девчонка поставила сейчас бульон варить на больше сейчас закипит пока он закипает я овощи подготовлю сейчас быстренько съем хурму и пока больше будет вариться мы с вами тюль снимем а шторы повесим а тюль я положу стирать это вуаль да и она ткань сама ткань да вытянулась не тюль а а ткань вытянулась и прям раньше было прям тюлька в тюльку а там еще утяжелитель лежит на полу девочки только не надо писать что это неуважение подписчикам что я ем поешьте тоже конфетку можете вкусно съесть шоколадчик я вам разрешаю да я себе разрешаю . не хочется когда воду пьешь не хочется реально не хочется сладкого ну что я сегодня творог у меня там если так думаете много там по факту немного но объем наверное грамм 300 вышел вот со сгущеночкой да у меня сгущенка в банке есть у меня вообще такие продукты творог у меня мальчишки вот я вчера немножко ехала и ехала и ела на ужин творога они мне помогали много они не едят то есть пожалуйста да я бы у нас много и нет короче такие дела ладно не буду вас смущать своей хурмой а то некоторым сейчас плохо станет я больше чем уверена да голова не мытая голову вечером помоем а почему потому что детям будет праздничный ужин но все-таки блин я же не то но заодно посмотрим ну блин может поздравить но у нас как бы это сильно не принято раньше да он цветы дарил шикарные цветы вот такие огромные букеты что поделаешь ладно девочки короче говоря пока варится у меня тут бульон я приготовила свеклу луковицу вот луковица большая это почти напополам разрезала картошку морковь здесь у меня сохнет кстати хлеб и вот это все никак не высохнуть не может боковина холодильника теплая вот я жду когда он высохнет лишь бы плесень не покрылся это не прессе нет вот так я не вижу вот так вот смотрите ну вот вы видите я вижу да а вот при нормальном раскладе я не вижу но здесь же видите какой хлеб еще он сверху мукой или чем он посыпан девчонки но вот я без этого он все время открыт реально все время открыт но нету не знаю что такое короче почему у меня согнут сохнет и высохнуть никак не может ладно не суть рыбу вот минтай порезала да пока тут варится как раз сейчас немножечко посолю и этими положу называют приправами да не приправами а травками и просто больнее надо было знаете что надо было надо было сначала специи достать ладно в общем сейчас прямо совсем чуть-чуть а вот эту вот доску я ее не выбрасываю да вот она вот такая вот позорная не выбрасываю потому что мы на ней рыбу режем что у меня так кипит здесь почему-то очень сильно хотя на минимуме но это это конфорка такая большая сама по себе так а у меня здесь есть в принципе фаберликовское средство для посуды девчонки вообще мне понравилось я сначала не поняла там просто у меня ферри еще налито и я вот для кастрю для чего-то его использую это пока берегу немножко но берегу в каком плане нет я мою им посуду кастрюли мыло и сковородки но суть в том что она девчонки очень хорошо руки после него не такие как после фэри вообще классно и я прям капельку я видите не могу перелить потому что у меня там средства раковину и мы этим вот мою фэри а это вот я сейчас достала конечно после рыбы так вот эта вот бутылочка которая руки чтобы после рыбы допустим не пахли в этот под раковиной стоит у меня у меня еще здесь ряд банок представляете вот вера приезжала не забрала маме свои банки потому что мама кое-что давала когда-то нам надо было банки отдать и банки мне нужно мне под раковиной черт ногу сломит а эта бутылка хорошая кстати бутылка да сок тыквенный арсений попросил купить покупали сок тыквенный по-моему 900 миллилитров здесь 69 рублей еще у нас магазине есть такой морковный томатный ну в общем понравился он им да так здесь девочки я разлила разлила короче говоря воду разлила бросила полотенце чтоб сыром не стоять сейчас скажете стою тут на полотенце не закрывается так что нужно чек черного пяточка наверное чучу или это горошком я его не покупала плюс я даже не знала что у нас такой есть он любит все перчить а я вот ну за счет того что дети видите сейчас на руках сырая я туда лезу с рукой понимаете я вот так не открываю его если я открываю приправу то я нормально открываю слушайте а вот стоять тут звонит чё там на убенила ну ладно нормально сейчас кто звонит все насыпала прованские травы соль немного и черный перец сейчас вот так вот перемешаю все это дело и оставлю до вечера а вечером я не знаю может быть я или пожарю ее ну не знаю не решила еще или на пару приготовлю если я спрашиваю будут другие рыбы есть они не будут просто на пару готовую тогда я пожарю потому что мне завтра на работу нужно будет что-то взять пирожки же я больше не буду есть ну те нет не буду однозначно если будет только сама печь что-нибудь а так нет никакие нафиг не хочу эти пирожки есть знаете что одну сутричка но я вам обязательно скажу если на меня найдет 20 рублей она стоит в хлебном один такой там лоточек в павильоне все вот так вот короче вкусненько пахнет так травками этими вот так ладно и сейчас это в холодильнику беру специи 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 ну да правильно мне бывает я слово скажу вроде скажу правильно а по факту нифига но неправильно так ладно что надо короче говоря ну пусть он уже почти сварился пойдемте с вами посмотрим что там в комнате нам делать вон она краса и гордость нашего района да и рис так ой надо было занавесить зашторить и белье я сегодня сушнук сегодня положила повесила детское белье с утра посушила я же рано встала я же все успела так нам надо будет сейчас с вами а знаете что надо что а если они мяты девчонки а если они мяты они живут в этом пуфике ой а где он открывается с какой стороны девочки так вам ничего наверное не видно ладно сейчас мы разберемся шторы я не знаю как вас лучше вот здесь надо разобраться да и наверное вертикальное хранение сделать видите у меня вот так вот ну в принципе оно все сложено лежит но суть в том что не непонятно что и там что там вообще в принципе и поэтому а если вертикально вот так в стопочке все положить я думаю что нормально будет да вам не вас поставить все штору гулянем может ее положить прополоскаться как раз да наверное ведь она мяты тут вот да наверное я ее положу да сейчас будет видно видите складки пойду положу быстренько на полоскание их прямо вместе положу и маленький отжим сделаю ирис ирис к ирис к ирис к ирис к ирис к я докинула ну картошу ну я так не то чтобы никого не хватило чуть чувствую что как-то это как тоже маловато а с другой стороны сейчас же еще курицу надо положить в общем к чему я вам говорю вот смотрите вместо блин что она здесь делает когда я ее успела поставить она здесь стояла я вот не помню вообще и И что говорю, девчонки, смотрите, смотрите, это, блин, у меня упал лук, я делала пережарку такую легенькую, масса было мало налито в сковородке, а сковородка стояла вот так, а телефон у меня лежал там на зарядке, и, короче, телефон зазвонила, я вот так вот задела эту дебильную сковородку, в общем, она стала лететь, я тут прыгала, в общем, все вот так вот у меня рассыпалось, но этим полотенчиком я вот так вот сгребла, сейчас доварю быстро борщ, и, а телефон что звонил, потому что работы звонили, и, в общем, я сгребла, чтобы мне хотя бы подходить как-то можно было, и я варю борщ, у меня прям аж все трясется от злости, вот честно говорю, в общем, ладно, ладно, варится, не солила еще, но я думаю, сейчас будет все нормально, сейчас я как раз вот это все дело помою, вот, розетовую, розетовую окорочек, он у меня как раз уже остыл, у меня окно приоткрыто, в общем, такие вот девочки дела, я, кстати, елку-то убирала, елку убирала, убирала, вот, блин, зато красиво, девочки, мне так нравится вот эта вот композиция моя, а здесь так и происходит, короче, варяется карандаш, пуфик стоит здесь, девчонки, не хочу я его туда ставить, а знаете, почему не хочу, вот, когда заходишь, будет он виден, у меня и стол там не будет стоять, стол, когда стеллажи в кладовке сделаем, стол уйдет в кладовку, там для него есть место, у меня для всего в кладовке есть место, я к чему говорю, не хочу я ставить туда пуфик, потому что получится так, что когда заходишь, сразу этот вот громенный, громенный, огроменный пуф стоит, на нем всегда вот эта штука лежит, потому что ириска, ну, как бы мне не нравится, но из-за ириски, ее снял, постирал, ну, как бы нормально, а пуф постоянно надо будет чистить, вот, а вот здесь вот за углом, короче, не видно этого ничего, ну, когда получается вот так вот будем заходить, пуфа не видно, девчонки, аж голова заболела от этого лука, ну, я, я ничего не дорезала, сколько на сковородке лука было, столько и, ну, а сколько осталось, да, сколько прилипло, сейчас сниму шторы, надо будет зашторить окно, и надо будет с вами, вообще есть хочу, вот что я говорю, хочу есть, понимаете, вот, воды попила, но как-то это, водичка дырочку быстро находит, так, ладно, и здесь нужно будет вытереть, потому что цветы сыпятся, вон, все равно, вот я когда, позавчера вытирала, все равно, видите, прямо уже грязно, сейчас я вытру, так что, вот, цветочек ожил, он же листики сложил, в общем, девочки, все, села есть, ну, и ложки три уже съела, со сметаной у меня борщ, взвесила сразу вместе с тарелкой и с ложкой, как я есть хотела, хотелось сильно, а потом, когда съем, взвешу пустую тарелку с ложкой, чтобы было понятно, какой объем, какой вес, и смотрите, сейчас смотрю, как раз турлет, который хотела приготовить, забила, потому что я компьютер только что включила, забила, мама фром Париж, Блин, Хилло, прости меня, у нее канал называется Мама Влог Париж, в общем, вот, девочки, этот рулет, нашла я, наконец-то, это видео, ну, как бы не наконец-то, короче, классный рецепт, очень простой, давайте, знаете, что, оставлю я его в описании, потому что и готовить я его буду в первый раз, я не знаю, что получится, но у Хиллолых все хорошо получается, вот она его уже крутит, вертит, и знаете, что еще хотела показать, хотела показать еще один, сейчас покажу, еще один рецепт, который я хочу, может быть, сегодня тоже испеку, ну, не знаю, успею, не успею, получится, не получится, так, знаете, чего рецепт, очень-очень вкусное, а где вот оно, оно у меня в понравившихся, вообще-то, должно быть, сейчас, если долго буду, сейчас, короче, я посмотрю, вот, нашла, девчонки, рецепт мокрого кекса, сейчас вот такая сочная, очень вкусная, смотрите, блин, сейчас, в общем, короче, короче, я его хочу приготовить, прям не могу, я не могу, очень хочу приготовить, но мне не в чем, у меня нет формы, а фикс прайс, завтра Вика приедет, завтра может с ней сходить фикс прайс, смотрите, какой кекс мокрый, вы представляете, ну, блин, вообще, короче, девочки, я уже слюнями обтекаю, буду больше сейчас есть, заодно, кстати, хочу порекомендовать Хилолы канал, хочу от души, хочу, я когда-то уже про нее говорила, мы с ней дружим, а молодая мама с тремя детьми, девочки, молодая мама с тремя маленькими детками, Живет в Париже, хозяйка великолепная, у них небольшая квартира, у нее маленькие дети, одна дома сидит, а мальчик с девочкой ходит в садик, имена не могу запомнить, потому что девочки, потому что они сложные, Хилола из Казахстана, она с семьей приехала, вот, рецепт у нее классный, я по ее рецептам уже что-то готовила, но на самом деле не снимала, ну, чисто так, попробовать, и вот сегодня решила, потому что, видите, оно ПП, там фарш, грибы, сыр, ну, в общем, классный рецепт, я оставлю и рецепт, и этого кекса, может быть, кто-нибудь приготовит раньше, чем я, заодно мне потом расскажете, и вот этот рулет, вообще великолепный, еще у нее запеканка классная есть, вот, запеканку я готовила, вот, я ее, я сейчас вспомнила, классная запеканка, с овощами в духовке, но сейчас буду с ней, кстати, связываться, потому что у нее там рулет помазан соусом барбекю, а у меня нет такого соуса, мне нужна румяная корочка, вот, короче, мотивация на уборку, все, девочка снимает, вообще, чечевичный суп, суп-пюре, я поела сейчас, как раз, так что, девчонки, я прям от души рекомендую, я говорю, я уже про нее говорила, ой, а это она вот как раз кекси делает, переходите, подписывайтесь, кто меня давно смотрит, знает, что я ее смотрю, и знает, что мы с Хилолой хорошо общаемся, вот, а смотрите, у нее прикол, ну, прикол не прикол, она, у нее очень хорошо с чувством юмора, и у нее, ну, у нее акцент есть, но это так мило, смотрите, у нее, что здесь написано, живем в Париже, канал для женщин, девушек, пройдите, пожалуйста, мимо, ради Аллаха, если вы не женского пола, я веду дневники, ежедневные влоги о нашей семейной жизни и материнстве, ну, классно, классно, я вот прям, девчонки, вам рекомендую, вот, когда-то я про нее уже говорила, а сейчас вот от души хочу ее тоже порекомендовать, потому что, ну, что, я сейчас буду пользоваться ее рецептом, посмотрим, что получится, ну, я потом расскажу, или покажу, девочки, проходим по ссылочке, оставлю на рецепт, на кекс и на рулет, в общем, ссылочки, и на ее канал, а смысл, ну, и на ее канал тоже оставлю ссылочку в описании, все, а я буду кушать и смотреть этот рецепт, сейчас буду, наверное, грибы зажаривать, приятного аппетита, девочки! Все, девочки, шторы постирались, смотрите, как качается, качается этот стул, потому что пол кривой, я не рухнуть бы еще отсюда, откуда она вообще, где она? Ничего, что я вам лицом? Блин, я ей поставила стирать, прям стирать, не просто прополоскать, а постирать, почему? Потому что целый час полоскания, короче, дополнительное полоскание целый час, вот, а после еды так сейчас тяжело, короче, прям, ну, зато сыта, блин, я прямо с этими, ну, вот с этими штуками, короче говоря, стираю, так, пойду, сейчас положу сразу, стирку, ничего я там не потерял, я поставила штору, тюль, тюль, ну, да, на 60 градусов, думаю, может быть, что может быть, может быть, подсядет немножко, хотя она вряд ли, наоборот, наверное, еще больше вытянется, посмотрим. Вообще, я люблю, когда это Леша делает, если честно, видите, до сих пор они не приклеили, но это уж все сразу, даже не хочется клей разводить лишний раз, и в прихожей, скорее всего, надо будет обои клеить, переклеивать, там уже возле выключателя Федя свет в туалет включал, когда шел в туалет, а руки в шоколаде были, и, короче, испачкал. Девочки, если вы сейчас упадете, вы бы видели, где вы стоите, если сейчас риска подойдет, все полетит, просто все полетит. Ну, знаете что, я люблю, когда кадры меняются, когда я смотрю. Ну, посмотрим сейчас. А здесь я уже не достану. Я вообще, по идее, это могла, блин, на сушилку положить, скотч, и Лешу дождаться. Но! Калорий-то сжигать должна после борща-то. Так. Правильно? Блин. Знаете, в чем сложность? То, что мне далеко тянуться. Фу, аж вспотело. Сила есть, ума не надо. Где заглушка? Тут одна. Там-то да. Короче, заглушку сломала. Куда ее летела-то вообще? Все. Красота. Страшная сила. Детянка, вспотела, прямо не могу. А знаете, почему я говорю, тяжело тянуться? У меня роста руки не хватает, рост руки. Руки не хватает. И, короче, я прямо на каждую эту, уже тяжелые шторы. Это знаете что? Это, вот как на диванах подушки, да? Это эта же самая ткань. Сейчас. Она плотная и очень тяжелая. И вот здесь вот ширина была, по-моему, метр сорок. Вот если одно полотно. Но было мало. И, в общем, я еще вот сюда вот. Ну, короче, длины-то много, а ширины не хватало. Вот я еще сразу заказывала, дошивала, когда мы заказывали диван. В общем, вот так вот. Ну, мне в общем, в итоге нравится. Смотрите, я прямо соскучилась по этому повсему. Леша заглушки поставит, и все будет хорошо. Леша заглушки поставит, и все будет хорошо.